Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о дополнении первопроходцы и пираты для настольной игры Колонизаторы. Данное дополнение предлагает вам превратить эту классическую игру в самое настоящее морское приключение. В стандартно большой коробке довольно много элементов, которые позволят составить даже новые игровые поля. Элементы базовой игры, которые понадобятся для дополнения, указаны на первой же странице правил. Игра состоит из набора сценариев, в которых пошагово вводятся и объясняются новые элементы, чтобы игрокам не приходилось изучать все правила дополнения сразу. Мы же остановимся именно на нововведениях дополнения и рассмотрим их в общем. Собрав игровое поле особым образом, заполните море островами. Стартовый будет состоять из набора привычных открытых гексов, а остальные случайным образом из нескольких закрытых. Вы ведь пока не исследовали эти земли и не знаете, что ждет вас там. В данном дополнении применяются базовые правила колонизаторов со следующими изменениями. Не используются карты развития, титулы самый длинный тракт и самое большое войско, поселения не улучшаются до городов, а разбойника заменяют пиратские корабли игроков. Сперва, как и всегда, бросается два кубика с целью получения дохода. Если игрок ничего не получает, он берет одну монету в качестве компенсации. Если сумма чисел на кубиках равна семи, каждый игрок, у которого более семи карт на руках, традиционно сбрасывает половину. Затем игрок, бросавший кубики, выставляет на поле свой пиратский корабль. Если на поле уже был чужой пират, он возвращается в резерв, то есть больше одного быть не может. Корабль ставится на гекс моря, а не суши, и отбирает карту у одного соперника, который граничит с ним. После броска кубиков активный игрок может торговать и строить в любом объеме и последовательности. В этом дополнении больше нет различных гаваней. Фиксированный курс обмена 3 к 1. Помимо этого, дважды вход можно купить сырье по 2 золотых за карту. Сбросив единицу древесины и шерсти, игрок может построить корабль на своем морском пути. На корабль можно погрузить до двух маленьких или одну большую фигурку. Игрок может двигать свои корабли до 4 шагов бесплатно, или купить еще 2 шага за одну шерсть. Но проходя по морскому гексу, граничащему с гексом пирата, игрок обязан платить дань. Он отдает в резерв одну монету за каждый корабль, граничащий с его гексом. Если корабль игрока направлен носом в сторону угла гекса пиратского корабля, он может атаковать его. За каждый направленный на пирата корабль он кидает кубик, и если выпала шестерка, он потопит его, получив возможность тут же выставить своего пирата. Доплыв до неизведанного гекса, игрок открывает его. Если это гекс суши, он получает производимое им сырье и кладет на него жетон с номером. Если море, два золотых. За две руды и два зерна игрок может превратить обычное поселение на берегу в поселение с гаванью. Оно приносит два очка вместо одного и может хранить одну большую фигурку или две маленьких. За стоимость основания поселения теперь также можно нанять колониста. Приплыв на корабле к свободному перекрестку на берегу, можно убрать в резерв и колониста, и корабль, чтобы построить там ваше поселение. За камень и шерсть можно нанять особого персонажа, моряка. Они нужны для выполнения различных игровых заданий. Каждое такое задание будет вносить в игру дополнительные условия и возможности. Например, штурм пиратских баз или сбор специй с плантацией и доставку их в совет катана. За выполнение цели игроки будут получать победные очки и приближаться таким образом к победе. Каждый следующий сценарий игры будет все сложнее. И, наконец, пятый объединит в себе все новшества дополнения на большой карте. Первопроходцы и пираты — необычное дополнение к базовым колонизаторам на морскую тематику, которая позволяет взглянуть на классическую игру совсем в ином ключе. А также с данным дополнением вы сможете сыграть в эту игру и вдвоем. Продолжение следует...